Давайте мы с вами посмотрим на некоторые определения, которые психологический подход использует. Основное определение, которое мы с вами будем использовать, это определение культовых взаимоотношений. И это определение принадлежит совершенно замечательному специалисту, ныне покойной, к сожалению, женщине, профессору клинической психологии из Университета Калифорнии в Беркли, звали эту женщину Маргарет Тейлер Сингер. Действительно человек потрясающей глубины как специалист, человек, который отлично понимал проблему, и в отличие от многих своих коллег, она на самом деле смотрела на вещи очень здраво и очень объективно. Ее книги до сих пор являются, по сути дела, стержнем всей современной психологии, работающей как раз с религиозными культами, которые используют методы воздействия на психологию человека. Она пишет о культовых взаимоотношениях. Почему культовые взаимоотношения? Потому что, как мы с вами читали, для психологов неважно во что верит человек, для них важен тип взаимоотношений. И психологи говорят о том, что такие взаимоотношения возможны не только в религиозных группах, они возможны в клубах по интересам, они возможны в политических партиях, они возможны в армейских организациях. То есть, любая организация, где один человек подчиняет себе волю другого человека, во что бы они ни верили, чем бы они ни занимались, они проявляют один и тот же тип отношений. Вот об этом типе отношений в нашем определении и говорится. Что такое культовые взаимоотношения? Это взаимоотношения, в процессе которых один человек намеренно склоняет других к полной или почти полной зависимости от него в практически всех основных жизненных решениях. И порождает в этих людях веру в то, что он обладает каким-то особым талантом, даром или знанием. То есть, он в людях, которые ему подчинены, порождает зависимость. Он фактически указывает им, что они должны делать и как они должны жить, даже в тех вопросах, которые традиционно считаются вопросами личного выбора или личного предпочтения. И для того, чтобы эти люди послушно выполняли его указания, он порождает в них веру в то, что он обладает неким особым талантом, даром или знанием. Он является единственным уникальным специалистом, или является единственным пророком, живущим на земле, или является самим богом, который воплотился, чтобы открыть нам некие новые истины. Наиболее популярным среди исследователей этого вопроса, среди западных психологов, является термин, который называется культ. Мы с вами уже говорили о том, что он обозначает. Этим термином пользуются не все психологи, некоторые используют термин «секта», но, тем не менее, вот одно достаточно популярное определение. Культ тоталитарного типа – это группа или движение, проявляющее высокую или чрезмерно высокую преданность, или посвященность некому человеку идеи или вещи, и использующее неэтичные манипулятивные способы убеждения и контроля. Например, изоляция от прежних друзей и семьи, физическое истощение, использование специальных приемов для усиления внушаемости и покорности, сильное групповое давление, контроль за притоком информации, подавление индивидуальности и способности критически мыслить, навязывание полной зависимости от группы, порождение страха перед уходом из группы и т.п. с целью достижения целей, поставленных лидерами группы, невзирая на реальные или возможные негативные последствия для самих членов группы, их семей или общества в целом. Культ – это группа, которая использует определенные методы манипуляции для достижения своих целей. Вот это и есть одно из определений классического понимания слова «культ», которое использует психологический подход в своем изучении проблемы. Когда психологи изучают конкретные группы, они очень часто используют два рода определений, два модификатора слова «культ». Одни люди говорят про тоталитарные группы, а другие говорят про деструктивные группы. Иногда эти определения соседствуют друг с другом. Что они обозначают? Тоталитарная группа – это группа, которая подчиняет себе волю человека и навязывает ему какие-то решения даже в тех вопросах, которые обычно считаются вопросами свободы выбора человека. Тоталитарная группа – это группа, которая лишает человека законной свободы. Другой термин – деструктивная группа – обозначает некую группу людей, классификация – он подчиняет человеку вред, будь то вред его семейной жизни, вред его физическому здоровью, вред его психологическому миру, какой-то вред. То есть человеку наносится некие негативные последствия, некий вред ему причиняется. Необходимость использования этих модификаторов, почему говорится о тоталитарных и деструктивных группах, почему эти понятия не совпадают, потому что, как говорят психологи, не все радикальные тоталитарные группы являются культами, и не все культы являются деструктивными. То есть есть некоторая разница между ними. В нашей стране есть практически один известный специалист, который занимается изучением культов с психологической точки зрения. Это очень интересный человек. Я не могу сказать, что он человек верующий или церковный. Он на самом деле профессиональный психолог, который изучал вопросы тоталитарного контроля в Америке в одном из реабилитационных центров. Зовут этого человека Евгений Новомирович Волков. Евгений Новомирович Волков. У него есть свой сайт в интернете, где он выкладывает переводы западных статей и свои собственные исследования на эту тему. Волков по поводу терминов, которые мы используем, говорит следующее. В зарубежной, прежде всего, американской литературе это явление, которое мы с вами сегодня изучаем, обозначается понятием деструктивная культа. А процесс десоциализации и навязывания личности культовой структуры понятиями контроль сознания или реформирование мышления. В России чаще применяется термин тоталитарная секта, поскольку внимание общественности немногочисленных исследователей привлекают в основном религиозные разновидности таких групп. Термин «деструктивные культы» кажется нам предпочтительным, так как позволяет рассмотреть более широкий круг внутреннеоднородных явлений при более точном отражении их сущности. В этом термине выделена не организация жизнедеятельности данных групп, а главный результат их практики – разрушение личности. Понятие «культ» в данном случае подчеркивает, что некритичное поклонение идее, лидеру или какой-то жесткой форме практики является наиболее существенным условием манипулирования и духовно-психологического насилия. Мы будем использовать термин «тоталитарные секты» для обозначения определенного подвида деструктивных культов, а именно некоторых религиозных сект, таких, например, как «свидетели Иеговы» или «Белое братство». То есть, иными словами, у Волкова есть такая собственная классификация, он говорит о том, что существует очень большая группа тоталитарных или деструктивных культов, то есть, грубо говоря, самых разных групп – социальных, психологических, религиозных, которые используют одну и ту же методику разрушения личности человека. И среди них он выделяет некую группу людей, которая именно делает это с религиозной целью и называет такие группы деструктивными сектами. Деструктивный культ – это общий термин, а деструктивные секты – это некое узкое понятие, касающееся именно религиозных групп. От того, как мы понимаем с вами проблему, зависит и способ решения, который мы с вами предлагаем. На протяжении очень долгого времени специалисты, которые занимались изучением культов с психологической точки зрения, они предлагали силовое решение проблем. Называлось это силовое депрограммирование или насильственное депрограммирование. В чем заключался этот подход? Человека, который попал в культ по предложению или просьбе родителей, физически брали, помещали в какое-то изолированное помещение и проделывали с ними вот эти три шага, о которых мы говорили – разморозка, индоктринация и заморозка – в обратной последовательности. То есть их снова размораживали, снова их напичкивали тем, что психолог, который участвовал в этом процессе или родители считают правильным, и снова человека замораживали. То есть человек один раз подвергался психологическому насилию, когда его увлекали в культ, и потом еще раз подвергался психологическому насилию, когда его оттуда вытаскивали. Причем второй раз это психологическое насилие оказывали над ними люди, которые, по идее, должны быть ему самыми близкими людьми, его родные и близкие, его друзья. В результате у людей возникали серьезные психологические проблемы. Кроме того, эта методика оказалась не настолько эффективной, как хотелось бы. И в конечном итоге привела к тому, что многие люди, с которыми родные пытались поступить таким образом, стали подавать в суд на своих родителей и на психологов, которые занимались такого рода вещами. И в конце концов, два человека, которые были родоначальниками этого подхода, их звали Джо Александр и Тед Патрик, они оказались в тюрьме. Их посадили за то, что они фактически занимались киднеппингом, то есть похищали человека и насильственно пытались его заставить поверить во что-то, что считали правильным. Начиная с 80-х годов, на Западе полностью поменялся подход к этой проблеме. Теперь психологи говорят о том, что человек, который попал в секту, это не зомби, это не человек, который абсолютно не способен мыслить. Это человек, который добровольно отказался от права мыслить, отдав это право своей организации. И поэтому наша задача не пытаться насильственным образом прочистить его мозги еще раз. Наша задача предложить ему настолько весомые аргументы, чтобы человек сам захотел выйти из организации. Вот этот новый подход называется консультация о выходе. И сегодня он как раз является наиболее распространенным среди всех психологов, которые занимаются этим подходом, этой практикой. Вот та самая женщина, о которой я говорил, ныне покойная Маргарет Тейлер Сингер, которая была одним из лидеров и одним из начальников этого подхода, она говорила об этом следующим образом. Идея консультирования о выходе заключается в том, чтобы предложить человеку доступ к информации о культе и его лидере в безопасной обстановке, где возможно свободное обсуждение и где культист защищен от воздействия и влияний, которые заставили его шаг за шагом отказаться от свободы, попасть в зависимость от группы и отречься от мира. В такой обстановке культист может задавать вопросы, отвечать на них, открыто выражать свои чувства и свое отношение к полученной информации. То есть, иными словами, мы не пытаемся проделать с человеком какие-то насильственные действия. Мы предлагаем человеку информацию, которая способна заставить его задуматься и помочь, что он был обманут, и принять самостоятельное решение о выходе из культа. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok